Это программа Ельгия Казмет. Здравствуйте! Сегодня мы говорим о развитии предпринимательства и поддержке бизнеса. И гость нашей студии, директор Восточно-Казахстанского областного филиала АО «Фонд развития предпринимательства ДОМУ» Медед Ербол Улы. Добро пожаловать к нам в студию. Уважаемые телезрители, вы можете дозвониться к нам по номеру 52-24-49, а также прислать вопросы на номер WhatsApp, плюс 737-235-1034. Итак, еще раз добро пожаловать к нам в студию. Мы очень часто говорим о поддержке бизнеса, о различных механизмах, которые используются для того, чтобы наши предприниматели не боялись и шли в этот ответственный сектор экономики, для того, чтобы что-то создавать и улучшать, тем самым нашу область, делать нас самыми лучшими. Благо у нас ресурсов для этого хватает. И у нас очень много предприимчивых людей, но для того, чтобы все-таки начать свой бизнес, нужна не только смелость, мы понимаем, да. И для этого необходима поддержка, помощь. И поэтому у нас есть замечательные возможности, финансовые инструменты, которые в том числе дает фонд ДОМУ. Вот расскажите, как вообще работает фонд, в чем принцип его работы и какие же сегодня есть варианты для предпринимателей, чтобы они получили финансовую поддержку. Добрый вечер, Анна. Спасибо за приглашение. Фонд ДОМУ уже существует с 1997 года. У нас есть различные инструменты господдержки, они нарабатывались годами, потребностью предпринимателей. И на сегодняшний день в каждом областном городе и городе республиканского значения есть свои филиалы. Сеть состоит из 20 филиалов по Казахстану. У нас основными продуктами нашими является это субсидирование кредитов, а также гарантирование. Также есть инструменты как фондирование, то есть когда деньги мы размещаем в банках второго уровня для дальнейшего уже кредитования предпринимателей под определенные условия, которые мы оговорим при размещении этих денег. Прямым финансированием фонд ДОМУ не занимается. То есть у нас есть субсидирование в виде финансовой помощи, это субсидирование ставки по кредитам. То есть мы уменьшаем ставку кредитов. Сейчас, как вы знаете, ставки по кредитам очень высокие. И чтобы нагрузку это облегчить для предпринимателей, мы субсидируем ее, снижаем в зависимости от деятельности проекта бизнесмена до 7% годовых снижаем. А ставка по кредитам сейчас где-то варьируется 19-20% годовых. Ну, проще говоря, почему предприниматель должен выбрать ДОМУ вместо обычного банка, когда он затевает свой бизнес, начинает свое дело, ему гораздо выгоднее использовать вашу поддержку, чем напрямую, например, с банком работать. Конечно, рыночные условия у банков, они довольно-таки очень высокие. И для этого как раз был фонд ДОМУ создан. Да, для этого был создан фонд ДОМУ с целью поддержки как в финансовом плане, так и в нефинансовом плане. То есть вот у нас продукт очень тоже популярный, это гарантирование кредитов, когда не хватает своего залогового обеспечения у предпринимателей. Мы выступаем гарантами и банк под нашу гарантию выдает ту сумму, которую предпринимателю нужно для реализации проекта. Ну вот если говорить, например, о финансовых инструментах, да, мы знаем, что сейчас огромное количество, конечно же, везде информации и в совершенно различных социальных сетях, и у разных коучей, у разных сотрудников, да, совершенно различных организаций. И о бизнесе говорится очень много, да, но начинающий предприниматель, чтобы не потеряться, да, скажем, в этом море информации и доверять именно проверенным инструментам финансовым, конечно же, должен обращаться именно к экспертам, к специалистам, которые зарекомендовали себя, которые уже давным-давно этим занимаются и эффективно, да, скажем, подтверждают свой статус. Вот сегодня можно ли сказать, да, что все-таки экономика региона изменилась, да, ну, в лучшую сторону благодаря инструментам, которые предоставляет фонд для начала бизнеса и его развития? Конечно, можно сказать, вот, если говорить о цифрах, в прошлом году, по итогам 23-го года фондом Дому было просубсидировано 398 проектов, новых проектов, я имею в виду, которые зашли в прошлом году на общую сумму 26 миллиардов тенге. А так, количество клиентов, которые предприниматели, мы на текущий день субсидируем, то есть поддерживаем, их больше двух тысяч. То есть в прошлом году их было вот около почти 400 новых проектов зашло. А в целом наш портфель вот на текущий день действующий более двух тысяч проектов сейчас поддерживается фондом Дому. Ну а как вообще эти проекты сопровождаются? То есть это не разовая, да, какая-то поддержка, а может быть консультирование какое-то еще какие-то? У нас в нашем офисе, находится у нас он по проспекту Победы 6, есть свои консультанты, консультационный центр, по которому любой предприниматель, желающий или который начинающий хочет начать бизнес, может прийти и проконсультировать его. Что касательно, какие есть меры поддержки, что в рамках наших программ, что и мы подскажем, какие есть у наших дочерних, вот мы же относимся к холдингу Батерек, то есть есть различные компании, нацкомпании, которые оказывают поддержку. Мы подскажем, какие программы есть, какие виды и других наших компаний дочерних, какие существуют вообще в целом, какая помощь предпринимателям оказывается, и в частности там гранты вот выдаются Акиматом тоже. То есть эти возможности мы по максимуму себе подскажем предпринимателям, с чем он может воспользоваться, какую помощь государство получит. Ну, наверняка объем информации огромный, да, в финансовых инструментах и условиях их выдачи, наверное, стоит сказать о каких-то новых, да, или наиболее интересных, потому что мы, к сожалению, рамками эфира ограничены, да, и все заинтересованные как раз могут люди получить непосредственно у вас консультацию, кто будет хотеть начать, например, свой бизнес. А мы, наверное, назовем, да, вот самый, пожалуй, популярный. Ну, самое популярное, конечно, всех предпринимателей интересует, это финансовая помощь, в финансовом плане это субсидирование ставки вознаграждения. Также, ну, как бы популярным является также эта гарантия, когда не хватает своего злого обеспечения. В этом году в целом было объединены две программы, и на сегодняшний день мы работаем в рамках программы «Единая комплексная программа поддержки предпринимателей». Здесь шесть направлений в этой программе были, в этом году стартовали именно поддержка новых направлений развития предпринимательства, таких как социальное предпринимательство, такие как факторинг, такие как фонды, кто участвует в биржах, да, предприниматели тоже. Это новые направления для фонда «Домо», которые до этого раньше не было, они в этом году впервые начали реализовываться. Также есть поддержка как и для малых, микро-бизнеса, у которых небольшие обороты только начинают, хотят развиваться, так и для среднего, крупного бизнеса, то есть направление для каждого сегмента, для каждого размера категории предпринимателей у нас имеется. Вот хотелось бы тоже остановиться на социальном предпринимательстве, тоже вот новое направление в этом году, как я говорил, начало реализовываться. Если предприниматель состоит в реестре социальных предпринимателей, в этот реестр включаются, его включают акиматы, то есть у них есть, они список ведут, принимают заявки от предпринимателей, которые подходят под условия социальных предпринимателей, и если предприниматель состоит в этом реестре, он формируется четыре раза в год. Мы можем по кредит просубсидировать, прогарантировать, гарантию предоставить на практически любой вид бизнеса, который реализует данный предприниматель. То есть если основные наши программы рассчитаны на приоритетные какие-то сектора экономики, которые подходят под наши условия программы и подпадают под субсидирование, гарантирование, то, допустим, конкретно социальные предприниматели, у них таких ограничений нет. Буквально в понедельник вчера стартовала программа, она очень тоже у нас популярная, для развития именно акцент сделан на микро и малом бизнесе. Это кредиты под до 27 миллионов тенге, для тех, кто реализует проекты в городе под 8% годовых ставка с учетом наших субсидий, для тех, кто реализует в районах, моногородах, малогородах 7% годовых ставка. Здесь тоже основной акцент, почему предприниматели более обширно могут воспользоваться, обширный круг предпринимателей, то, что нету отраслевых ограничений, имею в виду в виде бизнеса, который может получить господдержку, тоже отсутствует в рамках данного направления. Ну, здесь ограничена сумма кредита до 20 миллионов тенге. И еще один какой акцент, какая поддержка осуществляется, это предоставление гарантий. То есть здесь предприниматели берут кредит под гарантию фонда дому. Своё залоговое обеспечение предприниматель не ставит. То есть это тоже такая большая, существенная поддержка, когда можно получить льготный кредит под нашу гарантию без своего залога. Ну и, наверное, стоит задать такой вопрос. Вот получил кредит предприниматель, вот он свое дело ведет. Какую-то форму отчетности он должен предоставлять фонду для того, чтобы, конечно же, было понятно, что эти по целевому назначению... Это хороший очень вопрос. Действительно, так как это государственные деньги, то есть субсидии, что гарантии предпринимателей в обязательном порядке должны свои кредиты, которые получат, направлять только по целевому назначению. И подтверждать документально, визуально. То есть у нас есть отдел мониторинга, который проводит уже после получения выдачи кредита. Примерно 6-7 месяцев проходит после получения кредита. Выезжают специальные наши сотрудники, и они уже проводят документальный и визуальный осмотр приобретенных или реализованных проектов. Ну вот что касается, например, социального предпринимательства, здесь, наверное, стоит порассуждать о том, что вот такая поддержка и в целом стимул для развития этого социального предпринимательства дает возможность говорить нам и о развитии, например, инклюзивной сферы, в том числе. Поскольку в социальное предпринимательство чаще всего идут люди, которые, к сожалению, прошли через какие-то сложности в своей жизни, и они хотят помочь, например, детям с тяжелыми диагнозами. Они открывают, к примеру, коррекционные кабинеты или какие-то медицинские учреждения, где оказывается поддержка вот этим детям. И в последние годы это действительно стало очень, ну, скажем, распространено в нашей области благодаря вот в том числе и разным способам поддержки государства, разных организаций. И, конечно же, благодаря предприимчивым нашим людям, да, которые неравнодушные, которые хотят вот благодаря этому бизнесу в первую очередь помощь оказать. Вот. И как часто вообще приходят на консультацию предприниматели, которые не знают, какое направление выбрать? Или все-таки люди всегда уже целеустремленными приходят с четким планом, уже знающие, что им надо, что они хотят, и они уже знают, да, что они попросят, да, на какие они будут готовы к возможности? В основном, конечно, предприниматели или начинающие предприниматели приходят уже с какой-то готовой бизнес-идеей. То есть, ну, каждый человек, прежде чем получить, взять кредит, даже с господдержкой, сначала какой-то анализ делает, в какой сфере у него получится, где он преуспевает, где он может открыть свое дело. То есть, и у него, чтобы от этого был эффект, чтобы он с прибылью, как говорится, заработал, потому что нужно кредиты платить там и так далее. Ну, бывают и такие предприниматели, которые приходят, спрашивают у нас, какие сферы наиболее популярны, где больше всего предприниматели берут там кредиты, на какой сфере. Конечно, если так проанализировать, то если это предприниматели там сельской населенных пунктов, сельской местности, у нас это животноводство, растеневодство в основном. В городе это развитые услуги, это производство тоже развита, переработка, то есть транспорт и логистика. Такие вот сферы, они у нас наиболее популярны и получают господдержку. Ну вот, конечно, мир же не стоит на месте, да, и потребности современного общества все больше меняются. Вот если там, к примеру, там 10 лет назад про, ну, например, каворкинг-центры в сельских населенных пунктах, ну, мало кто знал, да, сегодня практически везде открываются, да, там, например, тайм-кафе, там, или, ну, какие-то вот такие места, где люди могут провести время и уже, ну, немного по-другому люди живут, ориентируются на новые потребности и так далее. И здесь, наверное, стоит сказать о молодых предпринимателях. Сегодня для них тоже очень много различных программ и так далее. С какими идеями приходит молодежь? Ну, то есть стартап – это всегда, да, что-то новое, что-то неожиданное. Может быть, в сфере IT-индустрии, то есть поражают ли молодые предприниматели вас своими идеями? Молодежи, конечно же, в основном, если это говорить о молодежи, это приходят те, которые хотят реализовать какие-то, вот как вы сказали, да, каворкинг-центры, какие-то вот такие совместные, где можно провести презентации, да, мастер-классы различные, где-то больше связаны, наверное, с творчеством в этом направлении, именно вот СММ, продвижение, как вот, чтобы это был такой центр, где молодежи стремятся вот таким видом заработка, развития именно в этой сфере, в основном, потому что сейчас уже, да, цифровизация везде и продвинутые соцприложения различные. И чтобы это было как бы не только их там хобби, а как бы и приносил какой-то доход, в основном, конечно, приходят, спрашивают, можно ли в рамках данной сферы получить какую-то господдержку программы, через наши программы. Я как бы тоже молодым, допустим, предпринимателям, я советую всегда воспользоваться на какой-то стартовом этапе, когда ты только вот, ну, какое-то имеешь представление, опыт какой-то в какой-то сфере, чтобы они получили, есть же такие вот, как гранты. Гранты – это когда ты берешь, получаешь деньги безвозмездно, то есть не возвращаются эти деньги на реализацию каких-то своих идей. Если эта идея, допустим, инновационная какая-то, то есть ее в области, в городе нету, на это обращается внимание Акиматому, потому что принимаются заявки на выдачу грантов. И можно в конкурсе поучаствовать. Да, в конкурсе поучаствовать, подготовиться, защититься, что вот почему именно твой проект, допустим, мы там должны поддержать. Многие не пробуют этого, то есть есть, вот, зависит от всего человека тоже. Если человек стремится, пытается, может даже не с первой попытки, но у него со временем, там, с третьей, со второй, получится. Главное, чтобы было стремление получить нужную информацию, допустим, и у нас, что можно, да, мы дадим консультацию, какие есть программы, виды поддержки. Начать, допустим, с гранта, чтобы не было нагрузки кредитной, а потом дальше уже, когда какой-то будет уже за спиной действующий какой-то бизнес-проект, который хоть что-то будет какой-то приносить, прибыль, обратиться уже в банк и через наши программы просубсидироваться, получить гарантию от фонда и взять уже кредит на его расширение. Это такая более модель на практике более работающая для, именно для тех, кто только хочет начать прям стартовый с нуля, да, бизнес. Очень популярной франшизой тоже, допустим, тоже советую, вот, допустим, молодым людям смотреть такие познавательные видео, допустим, где в других странах, где вот какие-то есть, какой вид бизнеса, допустим, там уже работает популярный… А у нас еще нет, да. Да, у нас его еще просто нету. Когда ты, ну, развиваешься информационно, то есть, если у тебя информация есть, ты начинаешь больше о ней узнавать, может, найдешь уже, кто, допустим, может по франшизе его продать, тебе под ключ сделать, главное, как бы, эту информацию и владеть, знать, и в своем городе, в своем родном регионе это открыть первым. Ну, вот все эти моменты, да, конечно, это только вот, ну, наверное, малая часть айсберга, да, который видится нам, когда мы говорим о начале бизнеса с нуля, да, то есть вот он молодой человек, вот у него какие-то есть идеи, но он еще совершенно не знает, да, что это такое, и вообще каково быть предпринимателем, да, владельцем своего дела. Многие эксперты говорят о том, что в первую очередь нужно обращать внимание на риски, собирать команду, да, которой человек будет доверять, да, полностью, и понимать, что именно вместе с этими людьми он сможет дальше поднять это дело, да, скажем. Ну, вот там очень много, конечно, факторов для того, чтобы, в принципе, бизнес начал работать, и, главное, успешно, чтобы все эти средства, да, которые получит предприниматель, потом просто не сгорели, да, скажем так. Все вот эти советы могут ли предприниматели получить в фонде, или, ну, какую-то консультацию, да, по тому, как, на какие моменты нужно обращать внимание, или куда обратиться, где полностью там, может быть, какие-то курсы закончить, да, и так далее. Потому что, конечно, мы понимаем, что бизнес это здорово, интересно, и всех призывают к этому, но, опять же, стоит понимать, что это совершенно нелегкие деньги, и работа на себя, она порой гораздо сложнее, чем работа, например, в найме. Вообще, мировой статистике, по мировой статистике, 17% людей работают в сфере, ну, то есть открывают бизнес, являются предпринимателями. То есть не каждому дано, конечно, заниматься бизнесом, у кого-то по найму очень хорошо получается работать. И, допустим, те люди, которые хотят открыть бизнес, начать дело, конечно, могут нам обратиться, то есть за консультацией, потому что даже многие предприниматели, уже действующие предприниматели, которые работают давно, много не знают информации, какие есть программы, нюансы, то есть именно в финансовом плане, как работают банки те же самые, то есть как они заявки рассматривают, на что обращать внимание. То есть мы поможем подготовиться предпринимателям для получения кредита на банки, то есть подскажем, чтобы уже предприниматели шли подготовленными в банки. То есть в этом плане, конечно же, мы подскажем, то есть какую-то финансовую основу, и мы расскажем и объясним, чтобы уже более быть уверенным, когда идешь за получением кредита. Банки – это же такие же просто кредиторы, то есть они должны вам доверять, чтобы предоставить вам кредит, деньги, как бы в долг дать. Соответственно, когда человек предприниматель будет уже уверенным, то есть он будет знать, что он хочет конкретно, на что деньги взять, что этот проект, как он будет работать, где он там сырье будет покупать, где он хочет открыться, что он там локацию посмотрел уже, где будет, откуда закупаться будет, кто потребитель, то есть если он подготовится, и уже это уверенно в банке все это расскажет, свою идею, конечно, процент, что ему банка одобрит, получение кредита будет намного выше. Ну вот здесь стоит, наверное, сказать как раз о том, что государство, конечно же, в первую очередь заинтересовано в том, куда вкладывать свои деньги, в какой бизнес. И здесь мы называем сектора экономики, в которых как раз происходит, ну, как сказать, нуждаются в открытии тех или иных отраслевых предприятий, например, или не хватает в каком-то районе, например, вот такого хозяйства. И здесь уже потребность экономики опирается на возможности предпринимателей. И как вот происходит работа с районами, насколько активное население в районах, приезжают ли они в города как раз за консультацией, и какие вот программы для субсидирования агропромышленного комплекса сегодня есть? Вот по нашим программам для тех, кто реализует свои проекты в сельских населенных пунктах, малогородах, моногородах, для них практически ограничений отраслевых нет. То есть, если в городе, допустим, запрещено, какой-то вид деятельности не подпадает под госпрограмму, то в районах и сельское место это будет разрешено, то есть он попадает под госпрограмму. Ну, например, чтобы мы понимали, о чем речь. В основном, допустим, у нас, как я говорил, это развито сельское в основном хозяйство. В этом году мы, кстати, впервые запускаем гарантирование кредитов аграрно-кредитной корпорации. То есть, когда мы выступаем гарантами перед аграрно-кредитной корпорацией по получению кредитов у них на развитие сельского производства сельских товаров. То есть, это кто выращивает пшеницу, там, допустим, растеневодством занимается. Для таких, кто производством занимается, предусмотрены льготные кредиты у аграрно-кредитной корпорации. Если у него не хватает залогов у сельского предпринимателя, мы готовы предоставить гарантию до 85% от суммы кредита, которую он хочет получить на, допустим, весенние полевые работы. Да, уборочные работы. То есть, это такие вот необходимые ежегодные средства, допустим, выливает же предприниматель сельской местности, чтобы посадить, убрать урожай, посеять. До таких кредитов у нас предусмотрена такая вот программа гарантирования в сфере АПК, агропромышленного комплекса. А в целом, как я говорил, для любого предпринимателя, не только в сфере агропромышленного комплекса, реализации проектов, в любой практически сфере может получить господдержку. Как и субсидирование ставки, так и гарантирование кредита до 85% от суммы кредита. Ну и здесь, как бы, да, стоит сказать, да, как мы уже выше говорили, что вот экономика, например, нуждается там в данном селе, да, необходимо, ну, например, молочно-товарная ферма, да. И есть возможности, и вот, например, вот сельчане хотят, да, это сделать, и получается вот, что они уже заранее будут знать, что да, есть потребность в этом, и что их бизнес не прогорит, он будет действовать, он будет работать, будет выгодно и для села, там, например, для сельского округа, и в дальнейшем для всего региона. Да, в сельской местности в основном тоже, почему крестьянское хозяйство, допустим, ну или ИП, они не могут получить кредит, потому что у них залогов не хватает для предоставления финансового института, где они кредит хотят взять, потому что, ну, допустим, многие финансовые институты там не берут залоги там сельской местности, или там они очень мало оцениваются по рыночной стоимости. Вот, и как раз-таки вот мы реализуем программу, когда мы можем выступить гарантами, а гарантия это как для банка, для вот аграрно-кредитной корпорации, которая занимается финансированием именно агропромышленного комплекса, мы являемся как, предоставляем им как залог. Ну, это как такая стопроцентная страховка, да, что вы ручаетесь за этого предпринимателя, и если у него не получится, да, выплатить кредит кредитору, где он взял кредит, то мы за него эту сумму выплачиваем. Ну, по сожалению, время нашего эфира уже подошло к концу, я думаю, что мы не раз еще затронем эту тему, потому что она всегда актуальна, и люди всегда нуждаются, да, в информировании о развитии предпринимательства. Спасибо вам большое за полезный диалог. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова